Дорогие друзья, мои товарищи, у нас в первых рядах сидят комсомольцы и пионеры. Я благодарен, что они пришли на этот удивительный вечер. Когда я вступил в комсомол, у меня отец, учитель, который вышел из семьи, где было 8 детей, из них 6 педагогов, воевавший, защищавший Одессу, с разорвавшись под Севастополем, смертельно там раненый, но после пяти операций выживший, подвел к книжному шкафу и сказал, вот сын собраний сочинений Ленина, вот полное собраний сочинений Сталина. Если ты всерьез собрался заниматься общественной деятельностью и политикой, запомни, пока ты это внимательно не изучишь и не поймешь вклад двух гениев Ленина и Сталина в развитие нашей державы, ты не состоишься как в полете. Но главное, ты должен прочувствовать, что ничего умнее, светлее и совестнее, чем советская власть, в этой истории у человечества не было. Это единственная власть, которая думала о простом народе, о трудящемся, которая о нем заботила, которая сумела собрать распавшуюся империю, сумела за считанные годы создать суперклассную науку, образование, социальную схему, социальную защиту, которая сумела победить фашизм, первую прорваться в космос, создать ракетно-ядерный паритет. Я позже понял всю глубину напутствия моего отца, мне как человеку и общественным деятелям. Но позже я трижды возвращался к произведениям Ленина. И хочу вам сейчас, в этот день, когда мы отмечаем его рождение, поделиться своими ощущениями. Меня больше всего поразило в комсомольском возрасте, а у меня преподавала историю ректор Михалёв, талантливый человек, Борисий Глезнов, человек, который сумел подать так ленинское творческое наследие, что мне хотелось брать, изучать и притворять жизнь из студенческих строительных отрядов и на великих просторах нашей российской державы и последующим союзам. В 25 лет Ленин засел за изучение развития капитализма в России, пролопатил 500 источников, сопоставил, сравнил все, кто пору существующие крупные экономики и державы и пришел к выводу, что Россия – это периферийный капитализм, что неизбежно те, кто поделил мир на рынке сбыта, они схватятся в хищной драке в мировой войне, что они неизбежно втянут в эту войну Россию. И неизбежно она погибнет в этой войне, потому что будет сражаться не из-за идеалов трудового народа, а за деньги банкиров Лондона, Парижа и Нью-Йорка, которые к черту не нужны были русскому солдату и нашей армии. На самом деле, оказывается, случилось так, как 25-летний молодой человек прозорел сущность тогдашнего дела. На мой взгляд, его самым гениальным открытием была возможность России выбраться из этого жуткого опыта и водоворота. Но выбраться, он сказал, она не сможет ни на идее национализма, ни на идее имперской державы. Она сможет выбраться, если обобрется на идее труда, справедливости, равенства и дружбы народа. И предложил вариант Советского Союзного государства. Я не знаю в истории ни одного политика, который сумел бы предложить растерзанной стране, на территории которой образовалось 47 квазонациональных государств, стране, которая была унижена в войне и разбита, стране и народу, который стосковался и изголодался, предложить всего 5 лозунгов, всего 5. Мир народам, хлеб голодным, земля крестьянам, заводы рабочих, власть советам, трудовых и солдатских депутатов. И страна стала собираться. Мирно, на сьей день проголосовали жить в едином великом Советском Союзном государстве. Всего за 5 лет Ленин предложил 4 варианта политики. От военного коммунизма, налога, продразверстки до НЭПа. И полумертвая страна стала вылазить из тяжелого, затяжного кризиса. Сумел предложить план ВОРО, как осветить страну. И призвал на съезде комсомольца учиться. Они пришли, разлегченные на войне, как и учиться в мировую революцию. Он сказал, или вы овладеете всем богатством культуры и знаний, которые выработало человечество, или вы не справитесь с этой задачей. Я был потрясен, когда изучал 19-й год. Страна в войне. На Юре Корнилова копался под теми германских штыков. От Петрограда в 50 километрах единый засидел. Колчак залил кровью весь транспорт. Савенков поднял мятеж в Ярославле. И тем не менее, строит план построения социализма. И сказал, мы обязательно это сделаем построить. Здесь сочетался великий гений, прозревший эпоху и предзащитивший новый мир. Великий политик, который сумел с нуля сколотить 5-миллионную армию. Сумел в великий гений управленец, который мог чувствовать пульс жизни и планеты, общаясь каждый день с простым трудовым народом. И одновременно принимать уникальные решения, абсолютно точные в эту минуту. Я поражался, как он своих убеждал, каждый день принять Брестский мир, иначе мы теряем страну. Нам негде будет строить социализм. Похабный, да, но принимаемый. Когда сколотил армию, всю эту антанту вышвырнул с территории страны. Все это вместе взятое дает нам потрясающий пример. Сталин последовал этому примеру. Напомню, склавинские слова, они сегодня звучат, как никогда актуально. 31-й год, первая пятилетка завершается, собирает самых талантливых передвижков и управленцев. Слушайте слова Сталина, это редко кто цитирует. Нас били монгольские ханы, били за отсталость. Нас били турецкие беки, били за отсталость. Нас били польско-шведские феодалы, били за отсталость. Нас били японские бароны и буржуи Англии и Франции, били за отсталость. Или мы пробежим то, что Европа прошла до 100 лет. Мы должны пробежать это за 10 лет. Или нас сомнут за 10 лет, до начала войны. Предвосхитил то, что необходимо было сделать. И мы пробежали, наши отцы и деды справились. Мы встретили трагически 41-й лучшей техникой. Мы встретили лучшим солдатам, лучшим офицерам, лучшим станочным парком. И знамя Октября, знамя Ленина, было водружено над Рейхстагом, освободив всю планету от фашистской коросты. Затем мы прорвались в космос. Когда в 58-м году после войны была всемирная выставка, все ходили изумленные вокруг первого спутника, который был в гостях у Бога. Смотрели с удивлением на первую атомную станцию. Макет Огненской станции был там выставлен. На первый самоходный комбайн, который сделан инженеры и рабочие из Ростова. С изумлением смотрели на нашу «Волгу» ГАЗ-21. Она стала лучшим легковым автомобилем мира. Это все делал советский рабочий, советский инженер, советский управленец. Этим мы должны гордиться. Когда предали идею октября в 91-м, тогда и посыпалось. Мне сегодня стыдно говорить, но так называемые 4 депутата, 3 из Единой России и 1 из ДПР понесли закон, по которому надо раскапывать Красную площадь и надружаться на Норзолеево. Я сегодня выступаю, у нас есть на сайте, заявил, так могли поступить только последние мерзавцы, которые не понимают смысл и значение нашей тысячелетней истории. У нас в тысячелетней истории все было. Мы можем ей гордиться. Всего 10 стран в мире, кто имеет тысячелетнюю историю. На одной руке можно перечислить страны, которые за свою историю изобрели все виды художественного и технического творчества. Две страны в мире, которые за 500 лет не теряли суверенитеты, это мы и Англия. И лишь одна страна из тысячи лет 700 лет провела в боях и походах, оставив свой язык, свою правду, свою веру, свое право 190 народам жить в мире и дружбе, в которых объединил русский народ. Мы должны понимать, что те, кто поднимает руку на святая святых, красную площадь, мавзолей, под ножью которого бросали фашистские знамена, на котором встречали первого космонавта Юрия Гагарина, мимо которого проходили все великие трудовые коллективы и клалились в великой советской эпохе. Но что бы что он ни говорил, запомните, из тысячелетней истории самой великой была советская эпоха, рожденная Октябрема Ленина. Самой гениальной был советский народ, который изобрел все виды техники и обеспечил прорыв в новые простроры и пространство. Самой великой была Красная Армия и самой умной образованной нацией были наши народы, которые жили в мире и в дружбе. Уверен, что это великое взрывание Ленина-Октября мы сумеем снова возродить на просторах нашей любимой Родины под красным флагом Октября, знаменем победы, знаменем Ленина. Да здравствует Ленин, да здравствует наша победа, да здравствует народ и великой, да здравствует великой и великой Галинина Ленина. Ура!